Можете ли вы действительно подтвердить эту информацию, что вот большинство из тех, кого мы увидели на кадрах обмена, да, возвращенных в Россию людей, это действительно бывшие заключенные? Да, это так, и я хочу сказать, что это не первый раз такое. Обмен, который предшествовал этому в августе, 8 августа, если не ошибаюсь, прошлого года, там тоже превалировали заключенные. Ну и я напомню, наверное, самый известный случай, о котором рассказывал еще Евгений Пригожин, даже, я бы сказала, показывал. Правда, он уверял, что заключенного бывшего Евгения Нужина выкрали из центра Киева вечером и привезли. Нет, он был обменен, тоже был обменен. И заключенных, обмененных в каждом, наверное, обмене большинству. А зачем российской стороне возвращать именно заключенных, причем заключенных вместо контрактников, вместо тех же мобилизованных, собственно, учитывая, в том числе, и протест жен мобилизованных, которые ждут своих мужей с фронта? Хоть они немножко о другом говорят, но тем не менее. Есть очень много причин. Есть причина такая самая утилитарная, потому что заключенные – это товар многоразовое использование. Вот их возвращают из плена. А я напомню, что помилование наступает через полгода после участия в боевых действиях. Если люди попали в плен, значит, полугода нет. Поэтому их забирают в воинские части, там немножко их трясут, приводят в порядок и отправляют обратно на фронт тут же, просто белым лебедем. В обмен, который был в августе, попал заключенный, которого звали Павел Гуглев, и он сумел позвонить из такой воинской части журналистам и сказал, что спасите, помогите. В украинском плену было гораздо лучше, потому что здесь не кормят, здесь издеваются, здесь бьют. И самое главное было для него – не дают ВИЧ-терапию от ВИЧ-инфекции. Он ВИЧ-инфицированный. Ну и дальше след его теряется. Судя по всему, он был отправлен на оккупированную территорию вместе со всеми и дальше на фронт. Это удобно. Ну и есть еще такая более глобальная причина. Она заключается в том, что Путин, он как бы наследник, в том числе и всех странных представлений 80-летней давности Второй мировой войны. И как-то он считает, вслед за ним и армия считает, и Пригожин считал в свое время, что сдача в плен – это позор и почти преступление. Ну, собственно, поэтому встречать как героев, там, контрактников, а те более мобилизованных, как-то не очень хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, нужны обмены, нужна какая-то картинка. Ну и, в общем, к зэкам, если прибавить немножко контрактников, то будет хорошо. Ну да, вот так. Ну то есть, да, в общем, тут, наверное, главная причина, что можно этих людей снова отправлять на фронт. Конечно, многоразовое. Спасибо. 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 Спасибо.